Всем привет! Видос наполовину из прошлого, наполовину из настоящего. В общем, сегодня 30 декабря 2022 года. И мы начинаем этот новогодний, чудесный, на мой взгляд, получится ролик. Что будет в этом ролике, я сам пока не знаю. Но вы это всё увидите. Поэтому всем приятного просмотра. Ну и естественно, какой Новый год без холодца. Вот он варится, да, всё наваривается, всё наделается. Обязательно вам покажу, как вам будут развитые формочки. И потом уже, скорее всего, вам покажу в застывшем виде. Холодец я, кстати, люблю, прям ображаю. Я могу, на самом деле, холодец есть и больше никаких салатов. Ничего мне не надо. Главное, чтобы был холодец. В нашей семье это, как традиция, на каждый Новый год делать холодец. Ребят, вот так же ещё и такие конфетки будут на новогоднем столе. Ну, может, на столе, но просто. Тофи, такие, кстати, я тоже люблю. Ну и помните, в каком-то из видос я говорил, что Мерси это на каждый Новый год, именно в раз в году, покупаю вот такую Мерсишку и на каждый Новый год. Естественно, что даже две упаковки, тофи, что то, что это, я всем не один, а с родителями. Ну что, в этом году даже ещё в ТЦ успею сходить. Ну, вот, скорее всего, мой последний поход в этом году, вообще, в принципе, в ТЦ. Я иду в определённый магазин. Всё сюда приехали именно, ну, за покупками. Можно так сказать, но не к Новому году, к Новому году всё куплено. Просто здесь кое-что, довольно частенько беру, мне нравится. Сейчас вам покажу. Ну, пришёл я в магазин «Глобус», если чё. Сейчас покажу, зачем. Ну, за таким хлебушком я пришёл. Ну, и взял ещё в подарок племяннику. Вот он, шоколадный набор. Скай, кушать. В общем, ладно. Для народу. На самом деле, очень много народу. Так, ну что. Суммой 600-670 рублей. Я вышел из магазина «Глобус». Купил вот такой вот хлебушек. Короче, кстати, вкусненький. Что ещё? Давай сделаем, покажу. Купил вот такую бутылку лимонада. Так. Купил Такой вот шоколадный набор племяннику с подарок. И купил ещё одну бутылочку лимонадика. В месяц обошлось, напоминаю, напоминаю, точнее, 670 рублей. Вот такие цели у нас на 2022 год на 30 декабря. Как-то так. Блин, засвет. Видите, как лампочки ярко светят. Ну, шоу, честно говоря, просто посидеть. Ничего себе не заказал. Ничего просто. Зашёл. Чуть посидеть устал. Потому что дорога домой дальняя. Кот, далеко этот торговый центр от меня находится. Магазин «Долупус». Я люблю этот магазин. Он мне нравится даже лучше, на мой взгляд, чем Ашан. Всё. Ну, а мы идём дальше с вами смотреть данный видеоролик. Всё-таки это уже новогодний ролик. Смотрите, торговая центра тоже идёт. Видите, к Новому году у Кашины. Я просто не был, на самом деле. Или был. Не, ну был, но был. Да, я же был уже. Меня покупают. Был. Здесь. Кстати, хлеб не каждую неделю берём. В декабре был, когда всё украсили. Просто что-то как-то, знаете, наверное, так мельком. Тут конкретно прям прогуляться даже есть. По торговому центру. Просто время есть. Поэтому вот такие дела. Так тоже, видите, всё красиво. Украшено более-менее. Так, ну что. Сегодня всё ещё 30 декабря. И вот холодец уже разлит. Сейчас надо проверить. Блин, он, по-моему, даже, вот вам покажу. Он даже, по-моему, уже... Что он застыл. Да. Холодец застыл. Ну, время на самом деле уже позднее. Я не стал показывать процесс, потому что, честно, готовил не я, готовил мама. Я просто вам показал, да, что он там варится, и всё так. Готовил холодец мама, а не я. два, три, четыре. Четыре лоточка холодца. Кстати, вот с такой горчичкой. И да, на Новый год у нас никто не стоит. Это вот такая вот бутылочка лимонадика. Это просто чисто открыть под бой курантов. Я для себя купил немножечко другую бутылку лимонада. Несколько штучек, но на новогоднюю ночь выпью только одну. Остальные будут лежать, может, так, в течение года выпью. Я, например, не знаю, с 7-го года зайчик. Ей. Всё. Включусь уже 31 декабря. А, нет. Кстати, вот такого ещё магнитика сделали. Так близки наши тела и бежуные слова. Без стыда тебе шепчу я. Ах, какая женщина, какая моя женщина. Ребята, по телевизору играют легенды ретро-фм. Ну а мы с вами чуть-чуть сейчас приберёмся тут. Видели чуть-чуть кадр под музычку. Не знаю, прилетит авторский, не прилетит, не знаю, честно, но прилетит. Ничего страшного, думаю, это такой добрый, хороший видос, поэтому в любом случае он будет и на Яндекс, в любом случае он будет на Яндекс.Зене, точнее, на Рутюб. я всё-таки выкладывать ничего не буду. Вот видите, заправу постель. Как-то вот так получилось всё это. В общем, чуть-чуть тут прибрался с вещами. Ёлочка пока не горит. Ну, чтобы ничего, да, загорится, она ближе уже к Новому году. Часиков в 7, может, в 5. Я его, на вечер, разумеется, я её включу. Кстати, смотрите, видите, ещё скрет вон, какая беда. Блин, и тут протёрлась, и тут протёрлась, и тут спинка, на спинке одет чехол, но спинка даже вроде как не протёрлась. На это тоже есть чехол, но он постоянно слетает. Ну да, хотя вот на спинке тоже мятненький есть, в общем, но кресло по-моему, ну, честно, я не помню, по-моему, больше двух лет уже кресло протёрлась. Особенно вот здесь полоской, ну, а вот здесь здесь нормально, хотя вот сзади что-то здесь есть, в общем, вот она тоже, в общем, да, надо кресло поменять, но это в следующем году. Поменяем обязательно кресло. Так, ну что, начнём со своего ящичком. Так, это что у нас? Сейчас. Ох, видите, что, данницы разные, ещё тут, это ещё со школьных времён стоит, всё это мусор, мусор, естественно, выкинется. Ну, здесь доляры, так, это что такое? Ну, я, в принципе, могу показать вот Ермолина, Ермолина на работу, вот видите, что, можете себе заскринить, поставить на паузу, заскринить. Так, провод с лайтником на Type-C, на нового айфона, хотя, ну, я чисто купил, думал, здесь вот такой разъём, потому что у меня телефон с таким вот, с тайпсишкой, я думал, пришёл, а там ещё и лайтник, то есть, ну, видите, как, точка не тёплок, но здесь у меня, знаете, что здесь у меня, давайте даже покажу, здесь у меня кольца с Алиэкспресса, если заказ, вот такие, и здесь всякие, болтики какие-то здесь, в общем, здесь, в самом деле, тоже есть, очень интересно, как это надо вам показывать, чехольчики, видите, мой старенький телефон, уже можно сказать, потому что, первым говоря, я начну пользоваться новым, опять, на данный момент, у меня, кстати, вот такой телефон, я снимаю, снимается весь видос, полностью снимается вот на этот телефончик, кстати, видите, какая заставочка, красивая, кто помнит, что мы украшали, ставь плюс в комментариях, так, ну ладно, сейчас я здесь разберусь, я уже вам покажу, так, ну вот, такая вот работа, так вот получилось, возможно, кажется, здесь напихан, а на самом деле, нет, здесь все лежит аккуратненько, блин, на мое удивление, даже мусора не так и много, так и листик проермарина, сюда, может, я и успею еще, ну просто, на всякий случай, чёрно, жумавлю в ДНС, и что-то не так пойдет, в общем, вот он, видите, ящичек, кстати, вот эту отвертку, вот этот, ну этот набор, там еще пониже один, в фикс прайсе покупал, довольно хороший, приличный набор, так, ну а теперь, на мой взгляд, самое сложное, это стол, потому что здесь как и мамины вещи, так и мои, кстати, маме такой чехольчик подарил, а на день рождения подарил ей сам телефон, на Новый год чехольчик маме подарил, уже подарил, видите, уже, вот, кстати, подарок, о том, кому какие подарки, вот маме, телефон, ну не телефон, а чехол, а этот чехольчик я ей дарил вместе с телефоном, ну в этом, ну, я посчитал, не надо ей телефон менять, ну, потому что она и сама не хочет, Ну и телефона меньше двух лет. Моему почти уже два года, поэтому надо менять. Это тоже что-то мамины здесь. Не знаю, салфеточки обязательно сбежат. Мало лишь там. Так, ладно, здесь видите, такой срач, что я в этой стороне сейчас вам его уберу и покажу без срача. Так, ну, на столе тоже все красиво. Красиво. Кстати, верхнюю часть, ну, это я уже, наверное, не знаю, уберу. Вам, наверное, показывать уже не буду, а то почти получается. Уже, наверное, по ролику получилось, что удивляю, удивил, уделил внимание, извините, уделил внимание столу. Надо хоть что-то другое еще показать. Все-таки, я опять повторяюсь, это же новогодний влог. Ну, просто немножечко, чтобы новогодний встретить в чистоте. Так, смотрите, как красиво тут все елочка. Ссылочка на телеграм в описании также сейчас будет. Где-то здесь выйдет QR-код. Мало ли, кто-то из вас смотрит меня либо через компьютер, либо через телевизор. Вообще, почему я вдруг заговорил о телеграме так внезапно посредине ролика? Ребят, у меня в телеграме теперь открытый комментарий. По возможности я там буду вам отвечать, переписываться с вами. И, в общем, попробуем. Единственная просьба у меня, все те, кто подпишется на телеграм или уже подписывал и увидел, что открытый комментарий, пожалуйста, не надо писать всякий негатив, всякое что-то непонятное. Ну, не надо, зачем это? Давайте будем писать по существу, что-то советовать, что-то еще. В общем, давайте просто хорошо там общаться. Если будет что-то, какой-то негатив, я комментарии просто-напросто опять закрою. Если хотите, чтобы они были открыты, не надо разводить там негатив. Смотрим дальше данный видеоролик. Ребят, до Нового года приличное количество времени. Буквально там через 2-3 часа он начнется. На этот момент записи у этого ролика. Естественно, вы смотрите уже это в Новом году. Неустанно это повторять. В общем, почему вообще это включение? Включение к тому, что переделывали мы многие дела, прибрались, убрались. Уже почти все готово. Осталось там буквально пару блюд и все. И что? Заметил по телевизору. Либо какие-то песенки играют новогодние, еще не новогодние. Либо крутят старые фильмы. Либо уральские пельмени. То есть что-то такое прикольное. И новогодняя атмосфера. Честно признаться, даже есть желание, есть настрой отметить 2023 год. Встретить его. 2022 год я, честно говоря, даже толком не встречал. Еще не было такого настроения. Что-то как-то не знаю. В 2023 есть желание встретить. Поэтому обязательно встречу. Попозже я чуть-чуть включусь. Попробуем в своем холоде, он готов. Я еще, честно говоря, не пробовал, не знаю. Папа, мамы попробовали. Я нет. Также мама засолила рыбку. И икру тоже попробую. Ну, рыбку и икру тоже в ходе сегодняшнего дня. Попробуем. Но это тогда, ближе к вечеру. Поэтому как-то так. Еще не раз включусь. Поэтому не выключайте ролик. Нахожусь в комнате, но не об этом речь. Хочу показать и попробовать вместе с вами холодильник. Такой рассыпчатый. Видите, какой получился. Давайте попробуем. Холодец. Очень вкусный холодец. Прям, ну, мама делала. Мама по-другому быть не может. Спасибо, мама. И сейчас спасибо скажу отдельно за кадром. Действительно очень вкусный холодец. Блин. Как-нибудь вам запишу рецепт, как его делать. И я отдам вам рецепт на этот канал. С хреном вообще тема. О, хрен, это хорошо. Хрен пробился. Вот такой холодец. Идем смотреть ролик дальше. Чебуречки будут у нас. Такая красота. Самолепные. Самолепные. Если вдруг кому-то интересно, что я вообще буду пить на Новый год. На Новый год я буду пить вот такой вот лимонад. Напиток. Безалкогольный, сильно газированный. Бавария. Груша. Это лимонад. Мне он очень сильно нравится. Я его очень сильно люблю. Продается он в Ашане. Я видел. И в магазине Globus. В Globus он дороже. Хотя в Ашане я покупал месяц назад. Даже, наверное, чуть больше. В общем, в Ашане я его забирал за 63 рубля. Я в Глобусе, в ролике я вот ходил в Глобусе, зашел, посмотрел. Ну, я на самом деле вот уже одну выпил вчера еще. Грейфруктовый был. Мне Грейфруктовый не понравился. Я на пробу. В общем, в Глобусе, что грушевые, что там другие, стоит 75 рублей. То есть, ну, блин, 75 это дорого. Но цена ему, на самом деле, серьезная. За 75 я бы купил и просто бы, чтобы просто лежал. У меня таких 4 бутылки вместе с этой. Поэтому очень весьма себе хороший, вкусный лимонад. Всем рекомендую. Поэтому вот такую штучку буду пить на Новый год. Так, ну что, видите, как красиво. До Нового года еще. Ну, не прям так, чтобы много, но еще нормальное количество времени. Что? Надо ходить что-то там попробовать. Еще. Ну, я обещаю вам рыбку. И горку попробовать. Не знаю. Тесто я вот сегодня вообще как утром позавтракал. Сел бутерброд с сыром. Выпивал стакан воды. Вот. Потом с вами я попробовал в холодец. И все больше вообще ничего не ел. Ну, не знаю. Не хочется. Ну, и на Новый год на ночь особо наедаться не было. В общем, как год заканчивал разгрузочно. Можно так сказать, кстати. Вот, видите. Вам утром показывал. Вот до сих пор эта легенда Реттер ФМ до сих пор играет. Видите, вот до сих пор. Поэтому, да. В общем, ладно. Ёлочка там еще. Ну что. Естественно, еще включусь. Еще не раз. Надо еще. Ну что. Пришла пора попробовать икорку. Вот она. Видите, икорка. Сейчас где-то здесь вылезет фотография, что за икра. Покупалась она в красной икоре. Есть такой сеть магазинов. Но, во всяком случае, в Москве, в Московской области есть. Пробуем. Вкус кирилл. Вот видите, тарталетки, масло и икорочка. Вкусно. Я, честно, в икре не очень-то и разбираюсь. Сейчас где-то вы либо видели фото, либо это сейчас. Фото баночки. Цену, честно говоря, не помню. Хотя, ну, покупали вместе с родителями и ездил. Вкусная. Икра в меру соленая. Да. Икра вот такая шикарная. Поэтому всем рекомендую ее приобрести. Кто хочет, может еще побаловать. себя в эти новогодние праздники икорочкой. Икра реально вкусная. Ребят, честно признаться, икри, ой, не икри. Рыбу красную вообще не хочу. Она, кстати, на новогоднем столе. Ну, и в Новый год еще мама вот такой пирог испекла. С творогом такой. И вот. С творогом вот такой. Пробовать, естественно, сейчас не буду. Не хочу. Ну, и, наверное, скорее всего, рыбу красную тоже пробовать не буду. Но в этом ролике я ее попробую. То есть. И, кстати, вот чебуречки. Чебуречки я сейчас попробую, если честно. Я уже, на самом деле, попробовал. Они очень вкусные. Сейчас еще раз с вами вместе попробуем. Пироги пока не хочется. Рыбу красную пока, честно говоря, не хочу. Но, на самом деле, я ее уже попробовал за кадром. Посмотрим, сидели. Папа, мама, я. Вместе, дружная семья сидели. И я, на самом деле, уже рыбки попробовал. Вот такой еще будем заваривать чай. Я рассказывал вам про пакетированный чай. Я нашел такой вот, чтобы в рассыпчатом таком, чтобы заваривать. В общем, будет у нас чаечек. И, 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 бутылочка и сентуков будет. Ой, лимонада. Ну, и бутылочки и сентуков и баржуами. То есть, никакого алкоголя. Я, по-моему, уже говорил в этом ролике, то, что нас в семье никто не пьет. Ну, что, обещал. Попробуем фарш. Самодельное мясо, купленное на рынке. Тесто тоже самодельное. Фарш пропускал через мясорубку я. Пробуем. Ну, сами делал мама, потому что, ну, она все-таки в этом спец. И, может быть, в следующем году уже буду делать я. Посмотрим. В общем, пока в этом году доверили маме. Вкусно, и Найся быть не может. Вкусно, вкусно, поэтому просто так. Все, идем дальше. Я доедаю. И еще включусь и что-нибудь вам покажу. Все-таки я решил вместе с вами попробовать бутерброд с красной рыбой 31 декабря 2022 года. Вы видео смотрите уже в 2023 году. Правда, не знаю, какого января. Но точно сегодня даже еще не 10 января. То есть, раньше 10-го. Не устану это повторять. В общем, вроде бы, рыбка. По-моему, форель, либо как-то, честно. Либо семга, не знаю, честно, как называется. Но фишка в этой рыбе в том, что она не сразу соленая покупалась, а мама ее засаливала. То есть, это вдвойне должно быть вкусно. Сами солили, сами там ее все. Делали здесь, что купили только на рынке ее. И все. Ну, я тут не буду оценивать мамины блюда так же, как холодец. Так же, как рыбу, собственно, по словам. Ну, 5 из 5. Я, по-моему, уже говорил, если честно. Не помню, но, по-моему, уже говорил, что я уже пробовал за кадром до этого. Вот, вот, решил вместе еще раз с вами попробовать. Ведь я вам, по-моему, обещал, что мы попробуем икру. И рыбу икру мы попробовали, рыбу мы попробовали, холодец попробовали. Ну, салат-мимозу у нас тоже есть. Но я ее не вижу смысла пробовать. Потому что на нее будет отдан видеорецепт. Ну, наверное, это будет один, не прям, чтобы первый видос после вот этого. Ну, ближайший видос после этого будет, там, выйдет парочку. И потом еще, и потом уже, наверное, мимозу выйдет. Выйдет видео-рецепт и чаечек. А чай, как чай тут. То есть, просто он уже даже остыл у меня. Давайте еще один откус. Ну, как икра, как рыба красная, там. Ну, так в обычное время не купишь, а на какой-то праздник, на дни рождения, на Новый год вот особенно. Это прекрасно, прикольно поесть. Часто нет. И честно признаться, белый хлеб я не ем уже больше двух месяцев. И вот честно, даже чаша немножечко противен есть хлеб. То ли хлеб не очень свежий, не очень вкусный, то ли вот как-то. Я ем либо хлеб, либо вот черный хлеб, который покупаю в Глобусе. Ну, на самом деле, есть много вкусных черных хлебов, где их можно купить на разных магазинах. Но в Глобусе мне особенно понравился. Ну, вы видели ранее в видосе. Я вам его показывал. В общем, весь мясе вкусный. Это я доем уже за кадром. Да, в общем, смотрим дальше. Ну, вы, наверное, уже видите по таймингу и по всему, что видос. Сейчас потихонечку ближется к концу. Ну, дальше будет чуть-чуть поинтереснее. Я постараюсь вам это сделать. Ну, что, ребят, до Нового года. Час у меня в моем прошлом, пока еще в прошлом. Вам показывал бутылку лимонада. Вот что от нее осталось. Ну, с родителями посидели, чуть-чуть поели. Выпили эту бутылочку. А Новый год будет открываться другая. Тоже вместе с родителями ее выпьем. В общем, что. Ну, давайте, что ли, проводим старый год с вами здесь в видосе. Потому что никаких стримов, ничего. Честно, была мысль запустить стрим вместо видоса. Везде не стримить. Но это, мне кажется, было бы неудобно. Потому что все-таки надо звонить поздравлять. И тут, и там. Ну, в общем, неудобно было бы. Может быть, в следующем году, в следующий 24-й год мы встретим со стримом. Посмотрим. Ну, и честно, мне кажется, стрим-то особо никто смотреть не будет. Что, наливаем. Так вот. Чисто символически. Тут, кстати, даже еще осталось. Ну, это. Потом. Ну, что. С Новым Годом. Счастья, здоровья, любви, успехов. Ну, в принципе, в видосе поздравляюшки я все сказал. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. И. С Новым Годом. Такая вот пауза была. С Новым Годом. Ребят, ну, весь день сегодня у меня телевизор. Так, с ним уютно, комфортно. Кстати, принял ванну. Помылся чуть-чуть здесь сбрил. Меня что-то просет. Так, не до конца. Всегда так оставляю, если честно. Переодел уже футболочку. В общем, все чистое. Все не новое, но все чистое. В общем, в чистом. Всегда я встречаю Новый Год. Даже 22-й. Хотя, ранее в ролике говорил, что я не очень хотел встречать в этот старый год. Но все равно я послушал нашего президента, прокурантов. Я же сходил, помню, прогулялся. Не знаю, в этом году, наверное, не подобно. Потому что на улице что-то как-то погода слякотно. Хотя, в моем году вроде такая же была. В общем, все. Ну, традиция. Каждый Новый Год я встречаю, стараясь в новом. Но если нет ничего нового, то в чистом. Ничего нового нет, поэтому встречаю в чистом. Поэтому так. Потому что как год встретишь, так его и проведешь. Это на самом деле работает. Я встретил 22-й год без настроения. У меня особо не было настроения. весь год. А вот тут хочу встретить вас с хорошим жизнерадостным настроением. Но веселиться, кстати, можно и без алкоголя. Поэтому, не знаю, почему я это сказал. Просто знаете, что веселиться можно без спиртного. В общем, еще включимся и не раз. Пойду помогу на кухне чем-нибудь. Может, нам надо чем-нибудь помочь. В общем, смотрим ролик. Ну, ребят, вот такой скромный стол. Бутылочка из сентуков. Лимонадик. Сладенькое. Сладенькое, собственно, приготовление. С икрой. С рыбкой. Чебуреки. Ну, вот мы обычно так все время празднуем. Так, знаете, скромненько. Без лишних затрат. Ну, встретим и будем до утра смотреть концерты. В общем, как-то вот так. Поэтому у нас вот такой вот новогодний стол. Ну, естественно, может, еще что-то будет. Но это, в принципе, основное. Чашки уберутся. Это все уберется, да. Потому что там было побольше места. Тут папа. Тут мама. Там я. В общем, ну, вот такой вот новогодний стол. Ну, не знаю. Несколько лет уже так отмечаем, и все нормально. Мы из той семьи, которая особо не любит мне даться, еще что-то на ночь. Поэтому вот как-то так. Все. Ну, еще в 22-м году я включусь. Определенно включусь. Так, ну что, все. До нового года 10 минут. И я вряд ли, наверное, уже включусь в 22-м году. Поэтому уже увидимся уже в новом. В 2023-м, как сказали, по телевизору. В общем, все. Скорее всего, переместимся уже в настоящий. Ролик получился почти весь из прошлого. Ну, настоящий надо тоже зацепить же. В общем, вошли на встречу к новому году. Священный долг перед предками и потомками. Про защиту Родины говорят. Здравствуйте. Историческая правота на нашей стороне. Уходящий год принес большие, кардинальные перемены и для нашей страны, и для всего мира. Он был наполнен волнениями, тревогами и переживаниями. Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Все. Мы в 2023-м году. Давайте заглянем под елочку. Так. Это не мое, это племяннику. Вот здесь что-то спрятано. Что здесь такое? С Новым годом 2023-м. Что здесь такое? Сейчас открою и покажу вам. Открываем. Я уже догадываюсь, что там. Хе-хе. Да. Я уже справа. Блин. Ладно, красиво. Ах ты. Попаковочка, но вы уже видите, что это. Я вижу. Это новый телефон. Это новый всем новый телефон. Классно. Вообще блин, я такой мечтал. Я таком мечтал. Интересно, отключится или нет? Коск. что в новом году вашей жизнерадостность хоть немножечко выть на каждому человеку в нашей стране. он включается. Блин, он такой классный. Надо будет сразу сейчас в чехольчик засунуть. и все. Он сказал, что мы встречаем новый год вот эти первые минуты 23-го года с надеждой. Ммм, как классно. надеемся написать 23-е годы подмолтит и телевизор. Все, буду настраивать и начну им пользоваться. В общем, оправдайте меня. Звинят салюты. 2023-й год. Я, по-моему, это уже говорю. Честно, вообще, в этом влоге, в этом видосе столько раз повторяюсь, что просто бывает, забывается. Вы бы видели у меня сколько этих кадров. Какие-то удачные, какие-то неудачные. В общем, полный тренец. По поводу подарка с Новым годом телефон. Ну, я решил так запаковать. И, да, я в роли Деда Мороза сам себе подарил такой подарок. Ну, в общем, все. 1 января, не знаю, сколько проснулся, потому что сейчас 1 января, время почти часа, я еще даже не ложился. В общем, не знаю, сколько проснусь 1 января, но, насколько проснусь, позавтракаю и на работу не надо, делать, никаких делать не надо. Занямусь настройкой телефона и, да, вам, естественно, что-то, да, я покажу в этом ролике. В общем, так мне никто его не дарил, это тот же телефон. Все хорошо, просто я начал пользоваться вот 1 января с 2023 года. Год встретили, все, с этим скромненьким столом, в общем, все нормально. Короче, все. на этом еще ролик не заканчивается, но он уже близится к концу. В общем, еще немножечко посмотрим и закончим. Ну и, кстати, вот я повесил кстати, вот еще один календарик на 2023 год. Такой вот на счастливого года. С Новым годом, вот видите, вот такой. И вот водолея вас ждет карьерный рост. Я считаю, это какой-то даже намек. Ну, в общем, ну, вот это, вот это, и все календари покупались в Ашане. Кстати, вот про это, про это я даже по-моему в каком-то видосе рассказывал. Ну, в общем, вот все. Ну, и вот символ года кролик. Кролик, кролик. Ну, здесь коты. В общем, ну, так еще Дедушка Мороз. Я его вам уже так показывал. На этом все. Спасибо за просмотр. Все, мы с вами уже в 2023 году перешагнули. Да, начался новый год. Что-то вот в этом году новое, интересное. в общем, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, поставьте лайк. Вот вам не сложно нажать этот лайк, а мне это очень и очень, знаете ли, приятно. Ну, и также переходите по всем ссылочкам в описании. На Яндекс.Дзен, на мой второй канал и на Телеграм. Кстати, в Телеграме напоминаю открытый комментарий. Все, всем удачи и всем пока.